В честь 101 года со дня окончания Первой мировой войны в Калининграде установили стенд в честь павших солдат и офицеров в рамках проекта «Дороги русского солдата», который разработал Балтийский федеральный университет имени Канта. На церемонии присутствовали лидеры духовенства, представители администрации, волонтеры и школьники. Наш корреспондент расскажет подробнее. Пока еврейские солдаты уходили на фронт, в российских синагогах молились за победу Антаты. В 1914 году в армии насчитывалось 400 тысяч евреев. Погибли и были ранены десятки тысяч. То, что объединяло их в тот момент, это необходимо защищать свою страну, жертвовать самым дорогим, что есть у человека, то есть своей жизнью. Школьники, студенты, юнормейцы и солдаты установили в поселке Мальском стенд в память об Александре Абрамовиче Веленкине. В 1914 году российский офицер-еврей руководил здесь разведывательной операцией, за которую получил Георгиевские кресты всех степеней. Его расстреляли по приказу Всероссийской комиссии по борьбе с контрреволюцией. Александр Веленкин являлся человеком из обеспеченной семьи, из семьи, облеченной властью. Но как только появилась возможность послужить своей стране, он прибыл в эти места. И, можно сказать, под пулями, под снарядами, на чужой земле он совершил подвиг. Недалеко от Майского расположился поселок Луговое, бывший Бильдервайчин, где во время боя 17 ноября 1914 года погибли 144 солдата из 115-го пехотного Вяземского полка. Только 122 человека опознанные, их имена внесли на памятный стенд «Дороги русского солдата». В братской могиле лежат солдаты разного вероисповедания. 23 люди ранено, 10 католиков, 6 иудеев, 6 мусульман, православный и один язычник. Они все прошли дорогами русского солдата и погибли героями во имя будущих поколений.